План такой, обнимаемся, прыгаем вместе. Хочешь, я тебя просто толкну? Ну или так. Ты меня толкаешь, я падаю, а ты сразу за мной. Давай на счет три. Давай, на счет три. Раз, два, три. Стой! Чего ты меня достал? Давай, прыгай, понял? Вообще-то я с детства мечтал стать экстремальщиком. Помню, в пятом классе увидел по телевизору цирковой номер. Борьба с удавом. Поймал во дворе соседскую таксу. Давай ее себе на шею наматывать. А такса это же не змей, у нее зубов штук двести. Ну что я ее наматываю, наматываю ее где-то на третьем витке. Эта такса смотрит ухо. И как тайсон Холлифилда. Цап! А потом уже приземлившись, сама наматывает мои штаны на все свои двести зубов. Да, пришлось ее отдавать хозяевам вместе со штанами. Это хозяйка Таксина. Таксина мамка. Как узнала про третий виток вокруг моей шеи? В кресло-брыке давление семьсот на три тысячи. Ну а потом еще через год, опять в пятом классе я учился. Взялся я вокруг школы скворечники прибивать. Ну а как же, это ж ты сразу. И тарзаны, и маугли, и лидер движения щеглы помогают скворцам. Залез на дерево, скворечник, молоток, трудовик снизу кричит, высоко не лезь. Физрук говорит наоборот, лезь, лезь. И стоят, главное, прямо подо мной. Ну короче, метров с шести-семи. Роняю я одновременно молоток и скворечник. Молоток прямо по скворечнику-трудовику, а скворечник по чердаку-физруку. А им хоть бы, чтобы только в физрук ругаться стал, как трудовик и директор школы вместе взятые. Когда я на своем мопеде в учительскую на спорт заехал. Там ругайся, не ругайся, мопед без глушителя. Стоят рты, открывают, как глухонемом кино. Хорошо я текст знаю. Ну да, понял, что они ругаются, как физрук после скворечника. А потом еще через год, опять в пятом классе я учился, увидел я по телевизору йога в ледяном гробу. Да, слушай, так той же зимой ребята меня в снеговик закатали, дырку только оставили, чтобы дышать. Ну что, бабушка мимо шла, смотрит снеговик с дыркой. Ну она взяла морковку в дырку, сунула. Ну я ее хряп и откусил. Бабушка, что за хряп такой? Морковку вытащила, а снеговик... Бабушка остолбенела, ее потом дети раз десять с горки запускали, никакой реакции. Ну очнулась, когда пенсию принесли. А на следующий год... Не, это уже перед армией. Это я уже заканчивал пятый класс. Увидел я по телевизору одного факира, который лег в деревянный ящик, и на него высыпали много-много скорпионов. И вот я во двор вышел, а у нас такой двор, одноэтажные квартиры, виноградник там. И вот я хожу по двору и думаю, ну как мне этот факиров рекорд повторить? А тут с речки на велосипедах приезжают сестры-братухины. Братухин — это фамилия. Да, они потом поженились с братьями-сеструхинами. Вот, и эти сестры привозят три мешка раков. А раки, знаешь, крупные, не то слово, как хоккейные вратари. А скажи, чем рак не скорпион? Я, значит, до плавок разделся, лег в ванну там, под виноградником у нас ванна стояла. И сестры меня раками засыпали полностью с головой. И сели на велосипеды, поехали за вываркой, чтобы этих раков варить. В этот день тетку ждали из Киева. Ну что, сестры уехали, а тетка приехала, чемодана на землю поставила. Смотрит, полная ванна раков. И сейчас спросила, есть кто дома? А я ж под раками не слышу ничего. И вот тетка стоит, в ванну смотрит, раками любуется. И тут в этот момент какой-то крупный рак. Кусает меня. Ну, короче, за там, где не утерпишь. За ноздрю. Представляете, стоит тетка, в ванну смотрит, раками любуется. А вдруг из-под рака встает парень полуголый, весь в водорослях и орет. А, гадина, сейчас ты у меня получишь. Доктор потом этой тетке в карточку так и написал, испуг раками. Да, вот так бывает, спрашивала, есть кто дома? А потом бац, и у самой не все дома. Но я с тех пор экстремально чуть перестал. Женился, сына Рэмбо назвал. Дочку Ван Даммой. Сейчас они пятый класс заканчивают. Вместе. Субтитры делал DimaTorzok